Это новости на 24КЗ. С вами Динара Садух. Добрый день. Касамжамар Тукаев совершит запланированную ранее командировку в Алматы 24-25 января. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берри Куали на своей странице в Фейсбуке. Глава государства проведет совещание по ситуации в городе, а также посетит ряд объектов, в том числе здание Акимата, отремонтированное после январских событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова ДЧС Алматы объяснили, почему не включили сирены во время землетрясения в городе. По словам начальника ДЧС Алматы Нурлана Атыгаева, это вызвало бы больше ажиотажа. Глава департамента отметил, в городе установлены 843 электросирены. Это обеспечивает полный охват населения. Допустим, сирены, они запускаются только при фиксировании сейсмостанциями, колебания магнитуды. Больше 5,5 у нас было зафиксировано от 4 до 5 баллов. Поэтому включать сирену, включать сирену, не было необходимости и смысла. Она бы больше создала ажиотажа, и я думаю, что было бы больше шума. После землетрясения в Алматы за медпомощью обратили 44 человека. Из них 10 детей. Об этом сообщили в прислужбе Министерства здравоохранения. У пострадавших медики диагностировали ушибы головы, защемление и растяжение конечности. Их доставили в стационары города. 8 человек госпитализировали. Один из них сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. Двое пациентов в травматологии. Их готовят к операции. Остальных отправили на амбулаторное лечение. В Алматы все 384 пункта сбора населения были открыты во время землетрясения, сообщил начальник ДЧС. Из них 229 школ и 115 детских садов. Все они сейсмически устойчивы, отметил Нурлан Атыгаев. По его словам, персонал прибыл на места в течение полутора часов. Согласно правилам, во время ЧП администрация обязана приехать на точку сбора в зимнее время в течение полутора часов, в летнее в течение часа. Всего в пункты приема мегаполиса обратились свыше 11 тысяч человек. Из них 3,5 тысячи детей. Сейчас там остаются больше тысячи человек. Международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме. Никаких ограничений по приему и выпуску воздушных судов нет, сообщили в прислужбе компании. Во время землетрясения на посадку заходили 5 самолетов. Один из них приземлился сразу. Четыре проинформировали о ситуации. Они ожидали посадку в районе аэродрома. Еще один борт ушел на запасной аэродром в Туркестан. Самолет вернулся в Алматы в 3.30 утра. Автор шоке произошедшего землетрясения магнитудой 7 на границе Китая и Кыргызстана затухают. В ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений магнитудой 5,6 интенсивностью 7 баллов и более не ожидается. Такое заключение сделала комиссия по оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований по итогам внеочередного заседания. Хотелось бы заверить наших жителей и гостей города Алматы о том, что сильного вооружительного землетрясения в ближайшее время не ожидается. То сейсмическое событие, которое произошло буквально недавно, происходило на территории Китайской Народной Республики и Республики Кыргызстан. Те толчки, которые ощутили жители города Алматы, Алматинской области, частичной области Житусу, являются авторшоками, отголосками мощного события, которое произошло на территории Китайской Народной Республики и Республики Кыргызской Республики. Практически все страны Центральной Азии, Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан ощутили данное сейсмическое событие. На данный момент зафиксировано уже более 10 авторшоков, из них наши жители ощутили только 2 авторшока. Сейсмические события идут на угасание, никаких поводов для паники нет. К сохранению информационной культуры призвали казахстанцев. Министерство внутренних дел просят не распространять фейковые сведения в связи с землетрясением в Алматы, не способствовать тиражированию недостоверных данных, не сеять панику и страх. В полиции предупредили, за распространение ложных сведений предусмотрена уголовная ответственность. Жителям города и области рекомендуют доверять сведениям только из официальных источников. Оперативная обстановка в Алматы стабильная, всплеска преступности нет. Об этом заявили в департаменте полиции Алматы. В связи с землетрясением в городе усилена работа всех подразделений, в том числе и патрульные службы участковых и следственно-оперативных групп. Правопорядок в городе обеспечивается выше 2,5 тысяч полицейских. Активизирована разъяснительная работа среди граждан. Адресованы обращения об обеспечении сохранности своего имущества. Фактов мародерства не зафиксировано. Полицейские Алматы помогли бабушке с четырьмя внуками благополучно вернуться домой. Во время землетрясения она в спешке выбежала из квартиры вместе с детьми и ушла далеко от дома. Участковые инспекторы, дежурившие в микрорайоне Шуглада, ставили их по адресу. В Алатауском районе полиция помогла семье иностранцев, которые также спешно покинули свой дом. Их разместили в эвакуационном пункте в одной из школ города. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате мощного землетрясения в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе Китая, сообщает Associated Press. По данным агентства, в результате подземных толчков получили повреждения более 120 жилых домов. На месте работают около тысячи спасателей, подключена тяжелая техника. В регион также направили гуманитарную помощь, палатки, теплые вещи, постельные принадлежности и нагревательные приборы. Число жертв оползня в китайской провинции Юньнань увеличилось до 11. Под завалами остаются десятки человек. На месте вторые сутки подряд работают больше тысячи спасателей. Задействованы специально обученные собаки и 120 единиц спецтехники. Почти 200 человек эвакуировали. По предварительным данным, трагедия произошла около 6 утра по местному времени в результате обрушения скалы. Подземные толчки ощущались в прошедшей ночи в Бишкеке. Землетрясение вызвало тревогу и обеспокоенность, особенно у жителей многоэтажек, многие из которых, несмотря на мороз, покинули свои жилища и решили переждать возможные авторшоки на улице. Первыми в социальных сетях о землетрясении в Бишкеке стали писать жители многоэтажек. Главный индикатор подземных толчков – люстры под потолком. У кого-то они звенели, у кого-то плавно раскачивались, давая знать о колебаниях почвы. Минуту назад нам с Витей пришло сообщение на телефон, что в 330 километрах от нас произошло землетрясение. Ожидайте повторных толчков. 6,2 балла было. В эпицентре было 6,2, и вот до нас дошли толчки. Спустя буквально 5 минут после первых толчков люди, несмотря на ночь, выбежали на улицы, опасаясь возможного повторения землетрясения. В основном это жители спальных районов столицы. Главные новости получали из соцсетей. Сначала горожане узнали, что подземные толчки ощущались в соседнем Алматы, а затем посмотрели обращение министра по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана. Уважаемые жители города Бишкек и Кыргызской республики, в 0 часов 9 минут произошло землетрясение на территории Китайской народной республики в районе 7 баллов. Особо сильные толчки ощущались в Джетогузском, Аксейском и Тюбском районах. В Бишкеке ощущалось в проделах 4-5 баллов. На данный момент жертвы разрушений в Аксейском, Джетогузском и Тюбских районах не зафиксировано. Также никаких жертв или разрушений в городе Бишкек также не зафиксировано. Прошу не паниковать. Близлежащие к многоэтажным домам магазины открыли свои двери для всех, кто оказался в поздний час на улице. Горячий чай и печенье при температуре минус 8 пришлись как нельзя кстати. В Измире налили вот такой горячий чай нам. Спасибо огромное. Тут все греются, потому что на улице очень холодно стоять. У нас в Бишкеке землетрясение очень сильно. Спустя примерно час-полтора после первых подземных толчков жители высоток вернулись в свои дома. Уже утром в МЧС страны сообщили о трех землетрясениях. Но самым ощутимым оказалось первое. Жертв и разрушений нет. Бакыт Чермашев. Специально для 24КИЗ. Бишкек. Кыргызстан. К другим темам. В Камеруне стартовала первая в мире программа плановой иммунизации от малярии. Прививают детей от полугода до двух лет, сообщает ВОЗ. В этом году по плану вакцинировать до 7 миллионов несовершеннолетних. Вакцину разработали британские ученые. Ее направят в 42 наиболее пострадавших района страны. Эксперты между тем предупреждают, препарат эффективен на 40% и не дает гарантию полной защиты. Поэтому жителям тропиков также рекомендуют соблюдать меры профилактики. Отмечу, от малярии ежегодно погибают больше 600 тысяч человек. 95% из них дети до 5 лет. Всего в мире зарегистрировано около 250 миллионов случаев заражения. Побочные эффекты от вакцины изучали на протяжении 9 лет. Наиболее частые из них – повышение температуры, отек в месте инъекции и раздражительность. Но они быстро проходят. В целом эти вакцины безопасны, бесплатны и эффективны. Тем временем вспышку кори зафиксировали в Великобритании. За последние месяцы в стране зарегистрировали более 200 случаев заболевания. В прошлом году их было 1600. В основном заболевшие – это дети до 10 лет. По словам врачей, вирус распространяется в королевстве очень быстро. Они призывают граждан к своевременной вакцинации. Лекарства против распространения раковых клеток разработали в Казахстане. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. По его словам, отечественный препарат не имеет аналогов в мире. Инновационный способ лечения онкобольных нашел биотехнолог Дос Сарбасов. Средства воздействуют на раковые клетки, лишая их питания. По результатам предварительных исследований, препарат значительно увеличивает процент выживаемости пациентов с видами рака, которые хуже всего поддаются лечению. Достаточно неординарный инновационный способ борьбы с онкологией. Первый этап уже прошли мы на кроликах, мышах. Теперь 15 человек в институте онкологии, радиологии прошли первый этап. Это human trials называется уже, на людях испытания. Это больные люди. Первые результаты мы уже начнем получать, обрабатывать их. И будем дорабатывать лекарства. Планируем лечение этого, следующего года уже выходить на рынок. Сложную операцию по восстановлению зрения провели столичные врачи. Способность видеть пациентка из Талдыкургана утратила после инсульта. Братца за ее лечение отказали специалисты медорганизации сразу нескольких городов. Оценив все возможные риски, принять женщину согласились в Национальном центре нейрохирургии. Алина Бржанова продолжит. Я как-то сказала сестрам, что без зрения лучше не жить. Такие мысли стали постоянным спутником 50-летней Гульмиры Байдалиевой. Осенью женщина перенесла инсульт, после которого стремительно начала терять зрение. Практически за неделю один ее глаз полностью ослеп, второй был способен видеть только на 30%. Я ездила в Алма-Ату, проходила исследования в четырех аппаратах, но они мне ничего конкретно не сказали. Ну сказали, ну не видят, не видят, все. Мне же сказали постепенно, что если один глаз уже не поступает, он артрофируется, вообще не будет видеть, и второй тоже будет не видеть. А беспокоенные состоянием женщины, ее родственники начали новые поиски. Они и привели их в столицу. В центре нейрохирургии у пациентки выявили аневризму сосудов головного мозга. Взвесив все риски, врачи решились на операцию. Женщине потребовалась трепанация черепа, а само вмешательство длилось около 16 часов. Здесь основным фактором было то, что у пациентки практически уже была потеря зрения. И, как мне говорили родственники пациентки, она сама говорила, зачем мне дальше жить, если я не буду видеть. Естественно, вот такие моменты, конечно, они нас склоняют к тому, чтобы все-таки браться за лечение таких пациентов. Нейрохирургия – это вообще очень ответственная работа. Мы буквально, бывает при сложной ситуации, балансируем на грани жизни и смерти пациента. Ежегодно с подобным диагнозом в центр обращаются до 200 пациентов. Но в случае Гульмиры ситуация была осложнена локализацией аневризмы и ее неправильным лечением. К счастью, осложнений удалось избежать, и женщина идет на поправку. Когда она вышла на связь с нами, это было нечто. Мы вообще приехали сюда восстановить только левый глаз. Потому что нам сказали, что правый уже все. Он отравировался. Если найдется в мире такой врач, ему надо Нобелевскую премию. Сейчас Гульмира практически полностью восстановила зрение и готовится вернуться домой. Вместе с ней отправятся и ее сестры, сопровождавшие женщину с первых дней болезни. Людям, оказавшимся в похожих ситуациях, они советуют не отчаиваться и поскорее обращаться за качественной медпомощью. Алина Буржанова, Серик Кунербеев, 24КЗ. В прямом эфире вы смотрите новости. Пресекать загрязнение водных ресурсов поручил премьер-министр. На заседании правительства рассмотрели вопрос соблюдения экологических требований на предприятиях. Сфера промышленности по-прежнему является основным загрязнителем атмосферы Казахстана. Больший вклад в это вносят предприятия теплоэнергетического и нефтегазового секторов, горнодобывающие и перерабатывающие отрасли, а также черной и цветной металлургии. Помимо вредоносных выбросов, некоторые из них сбрасывают свои отходы в водоемы. Контролировать их деятельность помогает автоматизированная система мониторинга, а также использование стандартов ECG. Но последние внедряются слишком медленно. Глава Кабмина поручил использовать ресурсосберегающие и безотходные технологии. Эффект мгновенным не будет. Это большой и долгосрочный процесс, в который должны быть вовлечены предприятия, госорганы, экологи, научное сообщество и общественность. Именно такая эффективная и конструктивная работа позволит улучшить текущую экологическую ситуацию в стране. Продолжаем выпуск. Боскольскую общеобразовательную школу в Кустанайской области называют кузницей будущих экологов и биологов. Там с начальных классов детям прививают любовь к природе и учат их выращивать разные виды растений. Неудивительно, что большинство выпускников учебного заведения выбирают экологические профессии, очень востребованные сегодня на рынке труда. Подробности в следующем сюжете. В Боскольской школе, как и в других, существует кружок рукоделия. Но есть особенность. Здесь для поделок школьники используют только вторичное сырье. Работы своими руками дети создают из остатков бумаги, ткани и пластика. Это развивает нашу фантазию в первую очередь, потому что сделать поделки из торса зря сможет не каждый. Но это нужна фантазия. Как, куда и что. И мне кажется, это очень хорошо для планеты, экология. Мы ее защищаем. Биология в этой школе – один из главных предметов. Здесь ученики не только в теории получают знания. Они сами высаживают семена и выращивают растения. Мы изучаем те растения, которые необходимы, скажем так, для нашего региона, в которых нуждаются лесные хозяйства. И вот пытаемся их вырастить. На занятиях, вот сейчас, предположим, в зимний период у нас идут теоретические, ребята получают теоретические знания. И уже в феврале мы начнем высаживать детский сад, так скажем. У нас есть специальная комната. Выращенные в этой школе саженцы пользуются огромным спросом. Только в прошлом году на озеленение сел Коробылского района школьники предоставили около пяти сотен различных растений. При школьном дворе есть питомник. Там растет несколько видов кустарников и деревьев. Среди них есть необычные для этой климатической зоны. Проект намеренный развивать и дальше. Мы начинаем приобретать оборудование. Это стеллажи. Вот эти вот специальные емкости. Приобретены уже фентоцидные лампы, таймеры все, теплогенераторы или времени, теплый пол, стенка, чтобы температуру держать, влажность, увлажнители все. И это помещение, где-то мы запустим, скорее всего, сейчас у нас январь, это февраль. Коллектив школы уже строит планы на будущее. Ежегодно в начале сезона здесь готовы высаживать до пяти-шести тысяч саженцев однолетних растений. И это, признаются учителя и школьники, им по силам. Артем Грапов и Сергей Тартенберг. Куснаяская область. 24КЗ. В столице до конца года планируют начать строительство четвертой насосно-фильтровальной станции. Запустят ее к 2028 году. Это позволит решить проблему нехватки воды в мегаполисе, сообщили в научно-исследовательском проектном институте «Астанагенплан». Проектная производительность насосно-фильтровальной станции больше 200 тысяч кубометров в сутки с водоводом от канала «Иртыш-Хараганда». Сейчас специалисты готовят технико-экономическое обоснование для насосно-фильтровальной станции номер 4. В этом году планируем закончить проектирование. И тогда к строительству приступим в конце этого года или в начале следующего. Согласно генеральному плану, в столице также планируют построить вторую очередь ТЭЦ-3 и четыре новые газовые тепловые станции до 2035 года. В шести точках при въезде в Астану появятся деловые центры. В них будут расположены паркинги, гостиницы и даже цоны. Это сделают для того, чтобы не создавать нагрузку в центре города. Напомню, в правительстве утвердили генплан Астаны на 11 лет. В документе обозначили меры по дальнейшему развитию социальной, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры столицы. Согласно генплану, в Астане построят 164 школы, 178 детских садов и 93 организации здравоохранения. Ожидается, что к 2035 году в столице будут проживать больше двух миллионов человек. Помимо этого, растет население близлежащих населенных пунктов. Общая ежедневная миграция в город составляет почти 100 тысяч человек. И чтобы улучшить ситуацию, считаем, что нужно развивать территорию астанинской агломерации. В частности, создавать для них рабочие места в этих населенных пунктах. Это 24КЗ, прямой эфир. Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы совместно с Экиматом готовы рассмотреть обращения граждан, если в жилых домах будут обнаружены трещины. Об этом на брифинге сообщил начальник городского ДЧС Нурлан Атыгаев. По его словам, интенсивность подземных толчков минувшей ночью в Алматы составляла 5 баллов. Они не привели к каким-либо критическим повреждениям городской инфраструктуры. Григорий Беденко расскажет подробнее. В этот раз руководству ДЧС и сейсмологам пришлось отвечать на вопросы о готовности к подобным стихийным бедствиям. В частности, пользователи соцсетей жаловались, что де-факто в Алматы во время землетрясения не сработала система оповещения. Не включились сирены, а горожанам не пришла специальная СМС-рассылка. Все это привело к паническим настроениям в городе. Жители почти всю ночь находились на улице, штурмовали автозаправочные станции. А на основных магистралях Алматы образовались многокилометровые пробки, желающих покинуть город. У нас в городе порядка 843 электросирен числица, это что составляет 100% отхват. Сирены, они запускаются только при фиксировании сейсмостанциями, колебания магнитуды. Больше 5,5 по ощутимости у нас было зафиксировано от 4 до 5 баллов. Поэтому включать сирену, включать сирену, не было необходимости и смысла. Она больше создала ажиотажа. Что касается СМС-рассылок, то, как сообщил полковник Атыгаев, ДЧС города будет постепенно отказываться от этой услуги. Причина в том, что операторы мобильной связи не успевают обрабатывать большой объем информации. Поэтому СМС приходит с опозданием. Что касается рассылки, к примеру, о погоде, то она готовится почти за сутки до отправки СМС. Альтернативой начальник ДЧС города считает систему Дармен. Это бесплатное мобильное приложение, интегрированное сейсмодатчиками, установленными вокруг города. Система доводит информацию до пользователя практически мгновенно. Но она пока работает в тестовом режиме. Что касается якобы закрытых ночью пунктов приема граждан, то у начальника ДЧС такой информации нет. В городе 384 таких пункта. Они расположены в сейсмоустойчивых зданиях, школ и детских садов. За ночь в них побывало около 11 тысяч алматинцев. А персонал прибыл в течение часа после землетрясения. Все объекты, вот именно жизнеобеспечения, которые мы уже до этого говорили, и жилые дома, многоквартирные жилые дома, они будут обследованы. То есть и жители могут, конечно же, информацию скидывать. Мы до этого уже в социальных сетях уже сомневковали дополнительные номера телефонов. Могут информацию нам скидывать. И мы здесь, то есть, будем это все перепроверивать. Какой определенный срок мы сегодня, или же завтра, или послезавтра, мы сейчас точно сказать не будем. Сейсмологам был задан вопрос, стоит ли в ближайшее время ожидать сильных землетрясений. Как заявил директор профильного научного центра Даулет Сарсинбаев, небольшие афтершоки китайского землетрясения могут наблюдаться. Но таких интенсивных толчков, как ночью, уже не будет. Стоит ли ожидать более сильных? Нет. Здесь я могу сто процентов заявить, что сильных, разрушительных интенсивных не будет. Афтершоков сильных не будет. Они идут на угасание. То есть, как мы ночью давали брифинг в срочном порядке. Идет угасание, задухание. То есть, и никакой угрозы нет. Вместе с тем, по словам специалистов, сегодня в первую очередь надо развивать у людей культуру поведения при подобных стихийных бедствиях. И это сейчас главная проблема для сейсмоопасных регионов нашей страны. Григорий Беденко, Кинжи Амраев, Эдуард Кон, Алматы, 24КЗ. Разваленные бывшего целлюлозно-картонного завода стали предметом спора собственника и местных властей в Казаларде. Разрушенные здания пустуют почти 20 лет. Городской Акимат предлагает снести объект, который портит архитектурный облик областного центра. Но с этим не согласен владелец здания. Доводы сторон выслушала моя коллега Райхан Тажибаева. Исторические кадры 61-го года прошлого века. Строительство целлюлозно-картонного завода в Казаларде. После запуска крупнейшее предприятие несколько десятилетий обеспечивало работой 4 тысячи человек. Выпускало картонную продукцию для союзных республик и на экспорт. А эти руины – всё, что осталось от промышленного гиганта. Площадь 23 тысячи квадратных метров 20 лет назад перешла в частные руки. Владелец планировал использовать объект по назначению. Однако планы так и остались на бумаге. Предупреждение и требования местных властей собственник игнорировал. И сейчас с решением снести разваленный не согласен. Речь идёт об этом здании. Его назвались «Клетом». Но это не так. В двухэтажном строении позади меня первый этаж полностью перекрыт. Он ещё 50 лет простоит. На объекте есть охрана, камеры видеонаблюдения, освещение. Для людей он опасности не представляет. Местные власти считают иначе. Разрушающиеся здания и не огороженная территория всё же представляют опасность для прохожих. Кроме того, развалины портят архитектурный облик города и наносят вред окружающей среде. Поэтому, считают в Акимате, их нужно утилизировать. Этот объект уже невозможно использовать. Если в ближайшее время владелец сам не отправит здание под снос или не найдёт ему должное применение, вмешаемся мы, демонтируем строение и вернём землю в госсобственность. Будем работать в соответствии с законом и в целях решения проблемы. Городской Акимат подал апелляционную жалобу в областной суд с требованием принудительно снести несущие конструкции завода за счёт собственника. Пока решение суда не вынесено. Казахстанские дизайнеры, а также их коллеги из Узбекистана и Туркменистана оказались в центре внимания на традиционном шоу восточной моды в Париже. На этот раз организаторы решили посвятить основную программу Центральной Азии, учитывая растущий интерес к нашему региону. Сам показ прошёл в одном из красивейших залов всемирно известного отеля. Казахстан на подиуме Oriental Fashion Show представили дизайнеры Назам Карпикова и Ханум Айдаш. Наши соотечественницы в своих коллекциях сумели представить и богатство традиционного стиля. Не очень современный, а где-то технологичный подход к модным тенденциям. Зрители показа, а это чаще всего профессионалы мира моды и журналисты, очень тепло встретили коллекции, привезённые из Центральной Азии. Центральная Азия – это очень важный регион в части моды, потому что он очень ценит традиции и наследие. Мы крайне рады в этом году представить несколько дизайнеров из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана с прекрасными коллекциями. Наша платформа существует для того, чтобы показать их мастерство и креативность, красивейшие вышивку и украшения, и мы очень довольны результатом. Я привезла коллекцию, посвящённую Великому шёлковому пути под названием «Восхождение», чтобы представить мир моды этого региона. Казахский стиль. Чтобы не происходило в жизни, мы опираемся на прошлое, поэтому на своём творческом пути я пытаюсь представлять красоту казахской культуры, её прошлого и настоящего. Я думаю, что моя коллекция понравится парижской публике. Я впервые на этом шоу. Это настоящее открытие, путешествие в разные вселенные, которые мы знаем совсем немного, в основном через шёлковый путь. Но прийти и увидеть всё это своими глазами – это действительно невероятное путешествие. И на этом пока всё. Следите за развитием событий вместе с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok